МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Романс во Владимирской области стартовал прием заявок на 9-й всероссийский открытый конкурс исполнителей русского романса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. Принять участие в конкурсе могут исполнители из России и стран СНГ без ограничений возрасте, имеющие профессиональное музыкальное образование, а также учащиеся и преподаватели музыкальных училищ и вузов. Организаторы – региональный департамент культуры и Владимирская областная филармония. Конкурс пройдет в три этапа по двум номинациям – «Классический романс» и «Городской романс». Оценивать выступления будут ведущие деятели музыкальной культуры России, стран ближнего и дальнего зарубежья, народные артисты СССР и Российской Федерации. Заявки будут приниматься до 5 сентября. Правило и список необходимых документов для заявки на участие опубликован на нашем сайте trc33.ru. 40 лет футграфу. Выставка и работ Владимира Рузина, Петра Мавшова, Юрия Негодаева и других выпускников и преподавателей легендарного факультета отметили юбилейную дату. Подробности в материале Марии Котлеровой. Из поколения в поколение. 40-летие футграфа отметили открытием выставки его пускников и преподавателей. В Центре изобразительного искусства свои картины представили Владимир Рузин, Петр Мавшов, Юрий Негодаев и другие. Футграф дает путевку в жизнь. Это однозначно. Это какая линия именно футграфская. Все говорят, что футграфское братство такое. Оно действительно существует, потому что иначе просто студенческое такое братство. Иначе просто быть не может. Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников России, окончил университет в 90-х. Сегодня, вспоминая свое студенчество, говорит о преподавателях, которые и научили его создавать искусство. В первую очередь это художник Алексей Антонов. Именно он в 1978 году основал Владимирский художественно-графический факультет. Он писал в своих воспоминаниях, что это было его главное детище, которым он гордился и в котором видел огромный потенциал. И как показывает жизнь, он действительно своего рода заложил, так вы знаете, культурную парадигму Владимира и Владимирской области. Сегодня дело Алексея Антонова продолжает дочь Людмила Кошелева. На выставке она тоже представила свои картины. Работа из двух серий «Крылья ангелов» и «Птицы небесные». Они символизируют вечные темы людей и эпох. И, конечно, это некоторая такая эмоциональная, так скажем, какой-то эмоциональный выплеск, потому что мне захотелось работать цветом. Мне захотелось вот этого какого-то выплеска через цвет. Каких-то эмоций, которые, может быть, невозможно выразить в другой сфере. Гостями экспозиции стали будущие и нынешние студенты университета. Сегодня на кафедре дизайна, изобразительного искусства и реставрации бывшего худграфа обучается более ста человек. Многие из них уже работают преподавателями в колледжах и школах. Сами по себе наши студенты, они открытые. Они творчески подходят не только к выполнению каких-то профессиональных заданий, но и к видению, естественно, окружающего мира. Главное в работе художника – это трудолюбие, утверждают преподаватели. Без него не получится работать в этой профессии. Юбилейная выставка творческих работ владимирских художников продлится в центре «Изота» 12 июня. Известный актер театра и кино Егор Берой, знакомый российскому зрителю своими работами в фильмах «Адмирал», «Турецкий гамбит» и многих других, посетил обновленный детский музейный центр в палатах. О впечатлениях кинозвезды от Владимирского музея далее. У нас новая квартира. С такими словами гендиректор Владимир Суздальского музея-заповедника демонстрирует экспозицию детского музейного центра. Путешествие в каменный век. Недавно сюда вернулся легендарный мамонт. Жить он будет возле огромного дома древнего человека. Музей приобрёл специальные инструменты для сборки его частей. Жилище пещерного человека должно отвечать всем требованиям безопасности. Здесь может поместиться целый класс. Ребята узнают, как и на кого охотились древние люди Сунгиря, чем украшали свою одежду, попытаются добыть огонь и потренироваться в наскальной живописи. Сейчас вот эти витрины, которые спрятаны, закамуфлированы в пространстве экспозиции, позволяют показывать подлинные вещи. Это очень важно. Что касается рассказа, вот каждая экскурсия, мне кажется, это совершенно авторская вещь. И помимо профессиональных экскурсоводов, здесь будут работать научные сотрудники, в том числе и археологи. Практически с нуля воссоздали зал в гостях у прабабушки. Экспонаты максимально приблизили к зрителям. Это возможность оказаться в детской 19 века и узнать, как воспитывали мальчиков и девочек. Например, их учили тщательно заправлять кровать, а в течение всего дня не разрешали на неё садиться. Случайных вещей не было. Даже носовой платок должен лежать в специальной сумочке. По словам экскурсовода, у современных детей этот зал вызывает неподдельный интерес. В соседней комнате до сих пор ставят на горох нерадивых учеников и учатся писать деревянными палочками. Обновлённый зал Старорусской школы ждёт маленьких гостей. Это не просто шкафчик, а это специализированная витрина, которая соответствует всем правилам хранения подлинных экспонатов. То есть сегодня во время уроков с детьми мы с помощью этой витрины можем им показывать подлинные артефакты, подлинные очень значимые вещи из собрания музея-заповедника. Вот сейчас вы видите богослужебные книги, вы видите книги очень богато украшенные. Это серебряные оклады с позолотой. Вот эта книга, немножко скромная на вид, имеет удивительные накладки «Резные из кипарисы». Кроме журналистов, обновлённый детский музейный центр посетил актёр театра и кино Егор Бероев. Никаких торжественных встреч и больших пресс-конференций. Со Светланой Мельниковой Егора связывают дружеские отношения. Актёр занимается проблемами особенных детей, их адаптацией в обществе. Сегодня он приехал скорее отдохнуть, но не исключил возможности сотрудничества с музеем. Это совершенно чудесное место, которое я очень люблю. И женщины, которые там работают внизу, которые живут этим, болеют этим. И каждый раз, когда мы приходили туда с ребятами, это были невероятно интересные экскурсии. Поэтому это история нашей страны, доступная, понятная, ясная, передаётся детям. Все экспозиции Владимира Суздальского музея-заповедника, в том числе и палат, можно будет посетить во время ночи музеев 18 мая, начала в 19.00. Екатерина Гаврилова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33. Тайные стоянки Сунгирь и выступления шестилетнего пианиста Вундеркинда. Как во Владимире прошла ночь музеев? Смотрим. Владимирская область присоединилась к общероссийской акции «Ночь музеев-2019». По традиции, субботним вечером для жителей и гостей региона бесплатно открыты главные музейные выставочные комплексы. О том, как проходит акция на центральной площадке в палатах Владимира Суздальского музея-заповедника, узнаем прямо сейчас. В этом году свои двери для владимирцев вновь открыли известные экспозиции музея. Тайные стоянки Сунгирь, в гостях у прабабушки, как рубашка в поле выросла и другие. Детский центр заработал с новой силой. С октября здесь будут проводиться занятия для дошкольников. Занятия просто нон-стопом сегодня, потому что наши дети, да и взрослые тоже, которые привыкли к детскому музейному центру, соскучились уже по его вот такой вот напряженной и интересной работе. Мы увидим мамонты, мы позанимаемся на уроке в школе старорусской. Зайдем, заглянем в русский дом. Для самых маленьких гостей праздника подготовили специальные мастер-классы по росписи элементов одежды. К примеру, прямо сейчас мы распишем пуговицу. Лиза, скажи, пожалуйста, какие цвета выберешь для своей пуговицы? Красный, зеленый, желтый, алый и оранжевый. А почему именно эти? Почему такие яркие? Потому что, ну да, они очень яркие, мне они нравятся. Теперь такие мастер-классы будут проходить на первом этаже часто. Там же посетителям представили выставку работ студентов Владимирского худграфа. Они подготовили макеты будущего логотипа в музее-заповеднике. Как ты считаешь, вот такие вот праздники, как Ночь музеев, вообще нужны во Владимире? Да, нужны. А зачем? Ну, чтобы кто-нибудь вдохновил кого-нибудь или что-нибудь красиво сделал. А на что тебя вдохновил вот этот мастер-класс? Он меня вдохновил своей красотой. Это наша история. Дети как бы должны приобщаться, тем более, если есть такая возможность. В общем-то, практически совершенно бесплатно посетить. Научное шоу разберем на атомы. Экскурсия по парку Липки, концерт Пленэр, русские праздники. Все это стало частью акции в палатах. Игра-квест истории с похищением. Гостям музея предлагается найти этот экспонат на территории музея-заповедника. Рассказать его историю и кто его изобразил. А также написать небольшое стихотворение или пару строк об этой скульптуре. Лучшие ответы получат призы от сотрудников музея. Всю ночь для владимирцев были открыты выставки музея. Наш Крым, Донбасс, память сердца, выставка одной картины «Майские берега» и не только. Многие из экспозиций уже знакомы владимирцам. К примеру, Ирина Седунова увидела в палатах иконы из своего детства. Когда-то давно, в детстве, была в парке 850-летия галерея портретная. И потом она исчезла. Я все думала, куда она могла подеваться. Вероятно, она уехала в Суздаль. Сейчас я ее встретила и вспомнила свои, можно сказать, юношеские годы. Светлый, просторный, обновленный дворцовый зал Владимиросуздальского музея-заповедника открыл свои двери в ночь музеев для всех желающих. Теперь он станет постоянной площадкой для выступлений российских и владимирских музыкантов. Первым в дворцовом зале стал концерт пианиста-вундеркинда шестилетнего Елисея Мысина. Финалист всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» исполнил музыкальную программу, с которой уже успел выступить на главных площадках страны. Елисей, а ты в первый раз приехал к нам во Владимир? Да, первый. Я первый раз играю во Владимире и играю в такую большую программу. Расскажи о своей программе. Что будешь играть? Я буду играть Ронда, Моцарта, Ре-мажор, Инвенцию Баха номер 6, Ме-мажор, Черни-этюд. Концерты во время акции проходили и в Центре изобразительного искусства. Гитарный дуэт «Экспрессия» из Лакенска сыграл в выставочном зале произведений русских и зарубежных композиторов. Певец Виктор Чаусов исполнил всем известные и любимые советские песни. Я впервые присутствую у Владимира на ночь музеев. Раньше я была в Суздале. Там немножко другой формат, а здесь центр города. И мне кажется, что-то новенькое появилось. Я давно не была здесь в центре искусства. Вот, ходим, смотрим. Что особенно понравилось и запомнилось? Вместе? В Гамзе. Почемучка. Это кованая такая, кованая изделия девочки маленькой, которая очень мило делает так руками. И называется она Почемучка. Во время акции в центре ИЗО Владимирцам показали документальный фильм «Князь» режиссера Татьяны Новиковой. Моноспектакль по рассказам Надежды Тэфи представил актер Владислав Миронов. В 13-й раз в России прошла акция «Ночь музеев». В этом году к ней присоединились музеи Суздали, Киржача, Мурома, Гусь-Хрустального и не только. Каждый из них представил на своей площадке творческие мастер-классы, концертные программы и встречи. Организаторы акции обещают, что в следующем году она будет еще более масштабной. Мария Катерова, Дмитрий Манапов, Губерния, 33. Добавлю, что около 10 тысяч человек стали участниками акции «Ночь музеев» в Муроме. К этому событию были приворочены торжества по случаю столетия со дня основания Муромского историко-художественного музея. Продолжаем тему экскурсий и музеев. Перед началом летнего туристического сезона для удобства гостей города-музея Суздаль в автобусах по маршруту «Владимир-Суздаль» появится карта с главными объектами турпоказа. Ее разработкой занимался Туристический информационный центр Владимирской области при поддержке Комитета по туризму областной администрации. Карта включает в себя подробную информацию с указанием места расположения достопримечательностей, названием улиц, обозначением объектов общественного питания и основных точек пешеходного маршрута, обзорной экскурсии на русском и английском языках. Ежегодно Суздаль посещает более миллиона туристов. В областной администрации уверены, издание поможет им без проблем ориентироваться в городе. Тем временем Владимир вошел в пятерку самых музейных городов. Аналитическое агентство «Турстат» ко дню музеев 18 мая представило рейтинг российских городов самыми интересными музеями. В первую десятку городов, популярных у туристов музейщиков, вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Великий Новгород, Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь. Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса. Вместо студвесны – Summer Students Fest. Комитет по молодежной политике переформатирует традиционный фестиваль студенческого весна в областной Summer Students Fest. Трансформация позволит студентам со всего региона побороться за звание самой талантливой команды Владимирской области, сообщает пресс-служба Белого дома. Изменятся и сроки проведения областного фестиваля студенческого творчества. Он пройдет в июне. Это сделано за тем, чтобы ребята успели сдать все экзамены. Участниками Summer Students Fest станут ВЛГУ, МИВЛГУ, Ранхикс, Финн-Университет и другие высшеучебные заведения нашего региона. Среди номинаций – танец, песня, театр, приз зрительских симпаний по результатам интернет-голосования и многое другое. В ходе фестиваля будут определены лучшие команды, а также мисс-фестиваля и мистер-фестиваля. На сайте молодежь33.ру будет размещен образец заявки на участие в фестивале. В минувшие выходные в уютном дворике у Владимира на улице Ильича 4 прошел очередной ресторанный день. О том, как это было и какие планы строят на ближайшее будущее организаторы гастрономического мероприятия – в нашем завершающем сюжете. Ну, этот мы все-таки по масштабу организатора решили сделать чуть меньше, чем августовский, который в прошлом году был. Мы решили осмыслить дворик замечательный, можно посмотреть, какой он шикарный. И попытался его осмыслить и, возможно, ополнить мероприятиями оставшееся лето. Чем этот отличается? Он более камерный. То есть мы делали на проходном месте, мы делали в помещениях. А случайно увидели этот двор, случайно-неслучайно, он очень похож на питерский какой-то, атмосферный. И очень нам это все понравилось. Первый ресторанный день, в котором я участвую, участвую просто потому, что нравится готовить. В общем-то, это так, как хобби по жизни. И проект называется «Клиндер Сримс». Готовлю ребра и ребра барбекю в различных соусах. В соусе Джек Дэнио, в соусе Терриякер. Это мой самый первый ресторанный день. До этого я не принимал участие в подобных мероприятиях совсем. Почему? Я не знаю, почему я решил. Если часто, мне захотелось поделиться с людьми своим чаем. Люди говорят, я его неплохо готовлю. Так что, почему бы и нет? На этом у меня все. Будьте в курсе самых интересных культурных событий вместе с «Губернией 33». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова